Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Я веду эту программу из-за Иерусалима. Нас смотрят люди по всему миру, и я благодарен им. Это люди из 180 стран. Периодически они связываются с нами. Часто вы пишете нам о том, что вам нравятся наши эфиры из Израиля. Каждый год мы отправляемся в тур по Святой Земле и берем с собой всех желающих. Во время этих туров мы записываем программы, где я выступаю перед людьми, но мы также записываем программы, где я ни перед кем не говорю. И сегодня такая программа. Сегодня прекрасный день, небо очень ясное, слева от меня находятся Мертвое море и Иорданские горы. А прямо за моими плечами вы можете видеть стены Иерусалима и купол скалы. Наверное, вы не слышите, но я слышу, как мусульман созывают к молитве. Сейчас 12 часов. Примерно в полдень мусульман созывают к молитве. Я это прекрасно слышу, но постараюсь сконцентрироваться на своем сегодняшнем послании, которое я назвал «Когда ангелы борются за осуществление пророчества». Я расскажу, что происходит, когда божьих ангелов посылают бороться за осуществление слов, которые дарует нам Бог. Начать я бы хотел с книги Захарии. «И опять поднял я глаза мои и вижу, а вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами. И горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороны. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли». Вороны и кони там выходят к стороне северной. Обратите внимание на то, откуда прибыли все эти кони. В этом отрывке говорится об ангелах и колесницах, которые везут кони разных мастей. Их везут четыре разных масти. Я хотел бы поговорить сначала об ангелах и колесницах, потому что в Библии есть несколько других стихов, посвященных ангелам и тому, как эти колесницы могут быть связаны с ангельскими созданиями, ангельскими конями и ангельскими посланниками. Первый стих посвящен горе Синай и находится в Псалтире. Там сказано «Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч». Второй вы найдете в четвертой книге царств. Там рассказывается о том, как Илью воззвали на небеса, и за ним явились огненная колесница и огненные кони. Елисей стоит на вершине горы. У ее подножия его охраняют огненные кони и колесницы. Обратимся к Иезекиилю. Там вы найдете интересные строки. Описывается некий объект, который евреи называют Меркаава. Она выглядела так. Четыре Херувима несли Божий престол, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Кстати, Меркаава в переводе с еврейского значит «коресница». То есть это была Божия колесница. Вернее, это был Божий престол, ставший колесницей. Об этом вы можете прочитать в первой главе книги Иезекииля. Расскажу о четырех конях, о которых упоминает Захария. Этих четырех коней можно сопоставить с четырьмя конями, о которых говорится в Откровении. Это белый, рыжий, вороной и бледный. Если глубоко не вдаваться в символизм, то можно сказать так. Белый символизирует собой Антихристом. Рыжий берет мир с Земли. Вороной несет с собой голод и ограничения в еде. А четвертый — бледный, который в некоторых переводах называется зеленым. То есть это был конь бледного цвета с нездоровым зеленоватым оттенком. Это четыре коня апокалипсиса. Каждый из них что-то символизирует. На самом деле коней не было. Эти кони — это символы духовных сущностей. Библия предсказывает эти события в шестой главе Откровения. Если сопоставить четыре цвета и четырех всадников, описанных у Захарии, и четырех коней в Откровении, то мы увидим интересные вещи. У Захарии кони — рыжий, вороной, белый, пегий. Захарий использует именно это слово, пегий. Итак, рыжие люди — это американские индейцы, вороные люди — это африканцы, белые европейцы, а пегий — это люди из Азии. Интересно, что цвета этих четырех всадников можно сопоставить с четырьмя расами, которые есть у нас на планете. Если мы обратимся к символизму Захарии, мы увидим, что Захария увидел те же символы, которые мы можем видеть в Откровении. Чуть-чуть углубимся в эту тему. В Библии можно найти строки о довольно странных вещах, а именно о четырех концах или углах Земли. Некоторые люди высмеивают за это Библию. Они говорят, «Земля же круглая, почему же Библия говорит о четырех углах?» Эти строки о четырех углах Земли относятся к древним людям. До того, как было доказано, что Земля круглая, люди думали, что она плоская и имеет четыре угла. Кстати, у Исаии также говорится о круге Земли. То есть в книге Исаии сказано, что Земля круглая. Это было две с половиной тысячи лет назад. Задолго до того, как люди узнали, что Земля круглая. Но поскольку Земля круглая, то у нее не может быть четыре угла. Но в НАСА выяснили, что на Земле есть четыре высокие точки. Земля круглая, но у нее есть четыре высокие точки. Когда люди в НАСА настраивали спутники и их орбиты, они основывались на этих четырех точках. Эти четыре точки влияют на орбиту спутников. Возможно, именно о них и говорил Бог, когда говорил о четырех углах Земли. Давайте сконцентрируемся на этом. Поговорим о местоположении Канья с Востока. Что символизирует собой Восток в Библии? Согласно Библии, а именно книге Бытия, когда Адам согрешил, Бог выгнал его из рая. Он поставил его на востоке. То есть Адам вышел из рая и пошел на восток. А чуть далее в Библии сказано, что Каин поселился на востоке от Эдема. То есть Каин, вероятно, жил на территории, где впоследствии была Персия. Именно в этом районе и поселились Каин с его потомками. А третье упоминание Востока можно найти в Исходе. Вход в Скинию находился на востоке. Это было во времена храма Соломона, который когда-то стоял здесь на храмовой горе. Восточный вход или восточные ворота храма считались священными, потому что так сказано в Библии. Мы знаем, что солнце встает на востоке и несет с собой свет. Цма разрушается с востока, когда там встает солнце. А у Захарии мы можем прочесть, что Мессия вернется на гору Елеонскую. Елеонская гора находится у меня прямо за спиной. Когда Иисус вернется, он придет на Елеонскую гору, и тогда она раздвоится. Одна ее часть будет направлена на восток, а другая на запад. В Библии сказано, что это произойдет на Елеонской горе, а она находится к востоку от Иерусалима. Вот восточная часть Елеонской горы и также западная. Если посмотрим в ту сторону, то у нас север, но, а я нахожусь сейчас на юге. Я очень рад стоять именно здесь, ведь тогда Иерусалим находится прямо за мною. Итак, восток — это священная сторона. Это сторона славы и Божьей силы. А что же находится на севере? Один из всадников пришел с севера. Много лет назад, когда мне было 18, я изучал информацию о местоположении небес и нашел в Библии строки о том, что небеса, где обитает Бог, находятся на севере вселенной. В книге Иова сказано, что Бог распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем. А в книге Исаии Сатана говорит, «Я взойду на небо, на краю севера, и буду подобен всевышнему». И Эзекииль в своей книге пишет о том, как он увидел, что бурный ветер шел от севера, а Бога несли на своих плечах Херувима. Мы уже говорили об этом, когда упоминали Божью Меркаву. В 47-м псалме сказано, что на северной стороне горы Сион расположен город великого царя. Когда в псалтыре говорится о горе Сион, там говорится об этом направлении. Там находится так называемый город Давида. Итак, север — это очень важная сторона. Небеса расположены на севере. Там живет Бог. Небесный престол Божий, без сомнения, расположен на севере. Но есть одна интересная вещь. Вы видите Иерусалим. Это и современные здания, и древние стены города. Но сейчас вы видите стену Иерусалима. А рядом с ней находится территория, где был расположен древний город Давида. А вы можете видеть его в левой части вашего экрана. У древних стен Иерусалима, на востоке, располагалось глубокое ущелье под названием Кедронская долина. А на юге находилось еще одно глубокое ущелье, соединенное с городом Давида. А если вы пойдете на запад, вы окажетесь в месте под названием Яном. Это воистину глубокое ущелье. Если же вы пойдете в северную часть старого города Иерусалима, вы увидите, что там ровная местность. Там есть только стена, и нет никаких ущельей. Но знаете, что интересно? Согласно Библии, все беды приходили в Израиль с севера. Об этом сказано у Исаии, у Иезекииля, у Даниила. Во всех этих книгах говорится о том, что враг приходил с севера. Итак, на востоке находилась Кедронская долина. На западе была высокая стена, на юге тоже. А вот на севере ничего такого не было. Именно оттуда на Израиль нападали Персы и Вавилоняне. Именно северная сторона города была менее защищена от врага. Мне кажется, что это неспроста, ведь когда Сатана был низвержен с небес, он упал на севере. Это значит, что его низвергли с северной части небес, и он попал в атмосферу Земли. Об этом вы можете прочитать у Луки. Там Иисус говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Вот что говорит нам Библия. Я хочу, чтобы вы это запомнили, потому что это очень важно. Итак, восток — это священная сторона, а с севера всегда приходят беды. Вы можете прочесть в Библии о том, что все беды всегда приходят с севера. Особенно это касается Израиля и евреев. Итак, мы поговорили про восток и про север. Ангелы охраняют землю на востоке и севере. Они ездят на колесницах. Мы снова возвращаемся к книге Захарии. Если вы смотрите нас сначала, то я напоминаю, что мы говорим об ангелах, борющихся за осуществление пророчества. Если вы будете читать Слово Божие, вы узнаете, что на юге и западе тоже есть ангелы. Эти ангелы также являются духами-конями, которые передвигаются благодаря Божьим ангелам. Они ходят по земле, и вот что говорит Библия. Она говорит, что они как бы шпионят на земле. Они идут на север и смотрят, что там происходит. Идут на восток, юг и запад и смотрят, что там происходит. Бог собирает информацию о том, что происходит на земле, через ангелов. Он делал это в бытии, когда он с двумя ангелами явился Аврааму, рассказал ему о Содоме и Гаморе, и о своем суде. А потом два ангела пришли в Содом, чтобы посмотреть на нравы этого города, и Содом понес наказание. Воистину, это было место, исполненное зла. Ангелы сопричастны с осуществлением Слова Божьего на земле. В шестой главе Захарии рассказывается о том, как евреи находились в пленении у Вавилонин. Они освободились из плена, когда персидский царь Кир позволил им вернуться на свои земли, а также разрешил забрать с собой драгоценности из храма, которые хранились в Вавилонских сокровищницах. В своей книге Захария описал, что он увидел, когда еврейский народ вернулся сюда. Они возвращались домой не только в реальном мире. У них были верблюды и повозки, но и в мире духов, невидимым нам ангелы, вовсю следили за тем, чтобы Слово Божие было исполнено. Давайте прочитаем, что сказано у Захарии. Тут написано и «сильные». Здесь речь идет об ангельских конях. Эти сильные. Ангелы вышли, но сейчас вы посмотрите эти строки и не говорите «погодите». Здесь же сказано, что ангелы вышли посмотреть, что стало с землей еврейского народа. И было это в те далекие времена. Итак, читаем. «Вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал, идите, пройдите землю. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так. Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Но если вы читали книгу Даниила, вы знаете, что в 9 главе Даниил уже молился об этом. Он прочел в свитке Исаии о том, что евреи будут в плену на протяжении 70 лет. И он спросил Бога, «Боже, ты сдержишь обещание и вернешь наш народ назад через 70 лет?» Разумеется, Бог ответил им. Ему явился ангел Господень и сказал, «Да, так и будет. А также 77 определены для народа твоего». А это 490 лет. Перейдем к 10 главе Даниила. В ней происходят важные события. Архангел Михаил был послан помогать Даниилу, но персидский князь стоял против него 21 день. Даниил искал Бога, чтобы узнать откровение о своем видении. Он искал Бога, чтобы тот растолковал ему, что же произойдет с еврейским народом. Но 21 день ничего не происходило. На его молитвы не отвечали. Но тут архангел Михаил спустился с небес в Вавилоне и остался там при царях персидских. Персы в те времена жили в Вавилоне, потому что они победили вавилонин. Но стоит обратить внимание на одну вещь. За два года до событий, произошедших в 6 главе Захарии, за два года до того, как два ангела пошли смотреть, что происходит на еврейской земле, за два года до объявления мира, произошли события, описанные у Даниила, где архангел Михаил боролся с бесом, который охватил Персию, чтобы убедиться, что этот персидский бес, которого мы называем начальством, не помешает евреям вернуться назад в Израиль и заново выстроить там храм. Ведь евреи должны были вернуться на свои земли и заново возвести стены и отстроить храм. Согласно слову, они должны были сделать три этих вещи. Итак, архангел Михаил, согласно Библии, был самым сильным ангелом Божиим. И вот Бог призвал его принести евреям освобождение и проследить, что бесовский князь из Царства Духов не помешает евреям вернуться назад, заново отстроить Иерусалим и снова построить храм. Итак, архангел Михаил заключил союз с персидским князем. Так что же там произошло? Ведь сам сатана хотел явиться сюда, в Иерусалим, и самолично помешать еврейскому народу это сделать, если персидский князь не сможет удержать евреев в Вавилоне и отдаст им драгоценности из храма. Обратите внимание, что сатана встал у алтаря, который был сделан из латуни. Освобожденные с плена евреи вернулись назад и пытались заново отстроить храм. Вот что сказано у Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать им. И сказал Господь сатане, «Господь дозапретит тебе, Сатана, дозапретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же был одет в запятнанной одежды и стоял перед ангелом. И так они начали проводить службы и восстанавливали стены Иерусалима в столь тяжелые времена. Ездра и Неемия тоже трудились там, держа в одной руке меч, а в другой плуг. И тогда сатана сказал, «Вот что я сделаю». Ведь эти евреи не жили на своей земле 70 лет. Одеяния священников были где-то надежно спрятаны все эти годы. А вы понимаете, что будет с одеяниями, если их где-то спрятать на 70 лет? Они начнут пахнуть плесенью. И вот священник начал проводить службы в этих непотребных одеяниях, которые никто не носил 70 лет. И вот что сделал сатана. Он сказал, «Я не смог сделать так, чтобы их истребили в Персии, направив против Нихамана. Я не смог остановить их от возвращения на их земли. Вот что я сделаю. Я не позволю им восстановить Иерусалим и заново отстроить храм». Для этого сатана решил в чем-нибудь обвинить Иерея. А если вы отстраните от службы Иерея, который стоит у алтаря, то вы парализуете все служение. Я хочу сделать небольшое отступление. Расскажу вам, что вижу духом. Сегодня церкви и служения подвергаются самой великой угрозе за всю свою историю. Потому что сатана сегодня обращается к тем же способам, о которых мы только что прочли у Захарии. Сатана думал, «Если мне удастся в чем-то обвинить Иерея, главу церкви и главу служения, то я остановлю все эти богослужения». Но знаете, что произошло? Вы можете прочесть об этом в Библии. Бог послал ангела Господня. Он подошел к алтарю и обличил сатану. Я передам его слова своими словами. Кем ты себя возомнил? Ты пытался помешать Богу творить его деяния. Не головешка ли это, исторгнутая из огня? Ангел Божий, Божий посланник, пришел принести освобождение и помешать сатане осуществить его планы. Всем сердцем я верю, что мы живем во времена, когда нам нужна помощь ангелов, чтобы разобраться с Божьими пророчествами. Нам не нужно искать ангелов. Если Бог решит послать ангела, Он его пошлет. Даниил намеренно молился и изо всех сил старался получить прорыв. И нам с вами вскоре придется стараться из всех сил и проводить групповые молитвы. Я считаю, что вскоре наступят великие времена, когда нас призовут ангелы Господни. Несколько лет тому назад, когда мой отец еще был жив, он ощутил сильную тревогу за своего брата Моргана. У него было видение о том, что Морган попадет в аварию и погибнет. Мой отец находился в Северной Каролине, а Морган был в Западной Виргинии. Мой отец стал молиться за брата и молился целых полтора часа. Он просил Бога сохранить жизнь его брата. И вот к чему это привело. Как только мой отец начал молиться, «Господь сказал ему, «Сын мой, твой брат Морган очень далек от меня. Он не заключал со мной завета. Без завета я не могу защитить человека, который самовольно отдалился от защиты крови моего сына». Но отец продолжал молиться. Бог сказал ему, «Сын мой, я уже посылал тебе ангела, ты видел его». Бог сделал так, чтобы мой отец увидел свою службу, на которой были этот ангел и наша семья. Затем он сказал, «Я даю тебе ангельское разрешение на спасение жизни твоего брата». Я пущу подробности, но расскажу, чем все закончилось. Через несколько часов отец позвонил Моргану и сказал, «Морган, послушай меня, произойдет авария, в которой кое-кому должно оторвать голову, и этим кем-то должен стать ты». Через какое-то время Морган переходил дорогу и тут внезапно остановился. В тот же момент пожилую пару, которая шла перед ним, сбил грузовик с углем. Женщину обезглавило. Они оба умерли. Эта смерть была предназначена для сводного брата моего отца. Но отец помолился за него, и Бог послал ангела его спасти. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Почему же мы не просим Бога о помощи, чтобы он послал нам своих ангелов? Почему мы не говорим Господу, «Боже, я не смогу это преодолеть, если ты не дашь мне ангельскую защиту? Мне нужны ангелы, когда меня искушают». Я считаю, что вы вправе взывать о помощи к Божьим ангелам. Я вел эту программу из Иерусалима, и рад, что вы посмотрели ее. Оставайтесь с нами, увидимся через минуту. Пэристоун написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Пэрри ответил на эти вопросы. И есть ли ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Пэрри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны. Узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Пэрри включил в издание 21 вопрос об ангелах, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Пэрри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Пэрри «Как отразить самые жестокие нападения сатаны». Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране, или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Пэрри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. В моей новой книге об ангелах вы найдете целую главу об ангеле исцеления. Ранее церковь дала ему имя и считается, что это тот же ангел, о котором рассказывается в Евангелии от Иоанна. Я был на службах, где мы ощущали этого ангела. Он был с нами. Люди ощущали Бога. Я верю, что Бог может прийти и к вам в больницу, в дом престарелых или в ваш дом, а ангел исцеления принесет вам исцеление. Я верю в это всем сердцем. Бог пришел ко мне еще в детстве. Я прекрасно его знаю. Я советую вам приобрести мою книгу об ангелах и диске. Просто позвоните нам по номеру, который вы видите на экране, и мы отправим ее вам. А сейчас я хотел бы снова поговорить о том, о чем я говорил недавно. В США нужно, чтобы в мире произошло пробуждение. В книге Иоилия Господь говорит, что в последние дни Он изольет от Духа Своего на всякую плоть, и сыны и дочери начнут пророчествоваться. А также Он обещал излить Свой Дух на рабов и рабынь. Подробно остановимся на слове «рабыня». Если вы вернетесь к бытию, вы найдете там историю о Гаре, которая была рабыней Сары. Когда я впервые прочитал эти строки, у меня появился вопрос, зачем упоминать отдельно рабов и рабынь, если уже сказано про мужчин и женщин. Первой рабыней, о которой рассказывается в Библии, была Гаре, та, что родила Измаила. Считается, что его потомками стали многие рабские народы. Мне кажется, если проследить историю слова «рабыня» в Писании, мы увидим много интересного. Я обращаюсь сейчас к нашим зрителям в арабских странах. Неважно, где вы живете, на западном берегу Иордана или в одной из стран Персидского залива, послушайте, если вы араб, то у вас есть наследие. И этим наследием является сила искупляющего завета с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, а также излияние Духа. В Библии сказано, что от Измаила пошло 12 народов, ведь он был сыном Авраама и получил благословение. Говоря вам это, я ощущаю, как на меня изливается помазание. Вас пытаются лишить вашего наследия. В этом мире многое решают политика и идеология, и поэтому мы часто забываем о своем наследии. Но на небесах есть Бог, который желает освободить, исцелить и спасти людей. А еще Он желает подтвердить свою силу через чудеса и знамения. Он хочет явить Себя вам. Один мой друг в совершенстве владеет арамейским языком. Как-то я молился, и Бог послал мне дар говорения на арамейском языке. Я никогда его не изучал, но я запомнил, как звучали сказанные мною слава на слух. Я отправил одну из них своему другу и спросил, что значит это слово. И он ответил, что оно означает направление. А еще он написал мне, позвони мне, я хочу, чтобы ты помолился в духе. Тогда я молился в духе, но я не знал арамейского, и он предложил мне перевести то, что я скажу. Я молился, а он слово за словом переводил то, что я говорил. Он был очень удивлен. Он рос в нехристианской среде. Он стал христианином совсем недавно. До этого он исповедовал другую религию. Это и есть чудеса и знамения. Прямо сейчас я ощущаю здесь Бога. Я говорю вам, что даже в арабской стране можно обратиться к Богу и попросить Его явить вам Христа. Я говорю вам истинную правду. Просто скажите, Боже, яви мне себя. Исцели моего ребенка. Просто помолитесь за вашего ребенка или жену, в какой бы арабской стране вы ни жили. Произнесите при этом имя Иисуса Христа. Это великое имя. Оно помогает людям исцеляться. Он обязательно явит вам себя. Я верю в это всем своим сердцем. Я знаю, что Бог есть, и Он изменит вашу жизнь через искупляющий завет. Он исцелит вас и подарит вам мир и радость, которые не даст никто другой. Просто помолитесь Ему, и вы все сами увидите. А чтобы узнать о наших мероприятиях, заходите на наш сайт. В этом году мы много куда поедем, поэтому встретимся с вами. Следите за нашими новостями. Да благословит вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok